всем привет ребята сейчас вы видели комбинацию взятую из винчун и также из hongar она там тоже применяется очень хорошо чем примечательна эта комбинация рука которая вы будете бить противника в двойном блоке у вас находится внизу вот обратите внимание вы стоите противнику в обычной стойке нос к носу идет удар неважно с какой стороны или с этой или с этой вы сблокировали ушли в сторону и нанесли удар точно также вы делаете этот же удар с другой стороны сблокировали нанесли удар когда вы делаете такой блок то поначалу очень многие путаются блок вроде сделан правильно а что дальше блин как выйти в сторону от противника и нанести ему удар не получается поэтому еще раз я объясняю вы делаете двойной блок рука которая у вас пойдет вперед на удар находится в нижнем блоке шаг в сторону раскрыли руки нанесли удар точно также вы делаете в противоположную сторону блок двойной раскрыли руки удар не забываем о передвижении ног потому что если мы будем стоять в статике и пытаться вот так вот работать не передвигаясь то противнику очень легко будет нас сбить с ног почему потому что очень многие люди которые занимаются венчу нам утверждают что вы посмотрите на старые видеозаписи где ипман работает на деревянном манекене он стоит слегка наклонен назад ребят но человек был старенький у него были свои болезни о которых мы допустим не знаем у него были свои взгляды на этот винчун и он за всю свою жизнь насколько это известно из источников не провел ни одного очень сильного нормального поединка все у него сводилось или к работе с манекеном или к спаррингом со своими учениками вот так вот стоять никогда нельзя потому что достаточно будет если вы будете так вот стоять наклоненной спиной назад противник вас все равно достанет или треснет вас в живот и вы вылетите еще раз вы должны стоять в нормальной хорошей стойке так чтобы противнику сложно было вас достать если вы спину наклонили назад это уже ваши проблемы вы стоите если вы стоите фасад на фасад у вас должна быть возможность поворачиваться корпусом в любую сторону чтобы избегать удара противника когда вы пытаетесь сбить удары противника блокируя их то пожалуйста не забывайте раз два три раз два три вы сначала наносите двойной блок уходите в сторону бьете в горло вы наносите двойной блок уходите в сторону бьете то есть рука которая у вас находилась внизу выходит на контратаку рука которая находилась у вас внизу выходит на контратаку я вам показал это на деревянном манекене Теперь можете попробовать сами, или же с партнером, или стоя перед зеркалом, работая обычные блоки, потому что когда вы не видите себя, не видите своих движений, у вас могут случаться ошибки, что зачастую действительно и происходит. Особенно на улице, когда люди, занимаясь самостоятельно, кустарно, выбегают на улицу, кричат, да я великий мастер, да я то да сё, и огребают по полной, по пятаку. В общем, не забудьте подписаться на наш канал. Если вам понравилось видео, поставить лайк, оставить свой комментарий, нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых событий у нас на канале. Для желающих стать спонсорами нашего канала ссылочка в описании, QR-код в кадре. Всем удачи, с весной, всем позитива, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok